Меня зовут Ксюша, мне 41 год, я нахожусь в Центре реабилитации. Ты употребляешь наркотики? Да. Со скольки лет? Ну вообще лет с 16, точно не помню, с 15-16 лет. Какие наркотики? Ну вначале был героин, то есть до 2001 года, потом я прошла реабилитацию годовалую. После этого 15 лет вообще ничего не употребляла, то есть даже не курила, то есть не говоря уже о алкоголе и что-то большее. Вот. Потом в 2015 году в мою жизнь пришли новые дизайнерские на тот момент наркотики, а чистая любовь, типа, да. Конечно, это был полный обман, потому что с чем мы столкнулись, я сразу в первый же раз говорю, вот это, извините за выражение, лохотрон, ну потому что это развод, чистая любовь, но ничего не работает. Вот. И... Что такое, во-первых, чистая любовь? Ну, как бы мне было объяснено, что чувства усиливаются, то есть прекрасный секс, не знаю, можно такие вещи говорить. Вот. Но когда мы столкнулись, может быть, чувства и усилились, но в плане физиологии, многие, кто с этим сталкивался, там был абсолютно обратный эффект, то есть я первое, что я засмеялась, я говорю, вот это разводняк, чистую любовь обещают, но только не работает ничего, то есть абсолютно ничего. И, может быть, чувства, да, какие-то и усиливались, причем не только чувства любви, а впоследствии тоже были и паранойи. Чистая любовь, ничего не работает, не стоит. Не стоит. Отлично. Причем... Это только... Причем там от слова совсем не стоит, то есть как бы даже, уж я не знаю, может вырежете, конечно, это из контекста, но я даже столкнулась с тем, что как сужался этот аппарат размером в шнурок, и, ну, я не знаю, что вообще, как это возможно физиологически, то есть как бы, то есть у нас такое ощущение, что и... Это какой соль? Это соль. Причем мы сразу очень жестко выхватили огромные паранойи, то есть мой бывший муж, да, который, он умер, вот, и он выхватил паранойю, что я его сдам сейчас либо милиции, либо, ну, так сказать, блатным, которые за мной преслеживали, и родителям, и он убежал в поле, его не было, наверное, часов восемь, он рассказывал, что он потом бегал, даже болото вброд, его покусали комары, то есть он сильно загнался, то есть, ну, засвистели оба, в общем, вот так вот. Вначале попытались бросить, два месяца у нас прошло вроде как нормально, ну, восстановились все. После первого раза? Да, после первого раза, то есть мы решили бросить, потому что, я говорю, еще раз засвистели сразу же оба, я тоже засвистела, для меня это все было ново, незнакомо, и то, как потом мне было тяжело на отходниках, я сказала, это не мое, то есть, потому что с героином такого не было, с героином впоследствии есть ломка какая-то, ну, вот такой психологической давки, вот такого сумасшествия, то есть я не чувствовала ни от одного наркотика, и меня сразу оттолкнуло, то есть, во-первых, что разводняк, во-вторых, это не то, что мне обещали, а в-третьих, еще и плюс есть какие-то психологические, психологическое давление, которое я ощутила на себе сразу. Во-первых, мне стало очень плохо физически, то есть, полностью, ну, слабость, я не... Сразу, то есть, как только начал наркотик отпускать, сразу слабость, я ничего не могу, у меня дезориентация в пространстве, вот этот, знаете, такой ощущение, а где все, вот это вот, тупизм, то есть, ты можешь заблудиться в трех квадратных метрах, то есть, в двух комнатах, ты как будто бы дезориентирован, такое ощущение, что вот как тараканчиков травят, и они вот теряют дезориентацию, что... Их большиня просто это? Или это у всех? Это я, как бы, потом поняла, что все свистят примерно одинаково, то есть, у всех одинаковая тематика, ну, с вот этих вот параной, либо, когда употребляешь какие-то, кто-то милицию, да, там операция «Глазок начинается» или «Окно», кто-то начинает кристаллы собирать, кто-то свистеть, в основном вот милиция связана, то есть, мы всех боимся, мы прячемся, тут у нас облава, короче. Единственное, что мне понравилось, наверное, первый вот этот, так называемый, приход, да, что мне это, может быть, даже напомнило какие-то ощущения трезвости, то есть, я такое состояние бывало в каком... Ну, у меня бывали какие-то состояния эйфории, что я в трезвости чувствовала какой-то прилив энергии, мотивацию сильную, то есть, ну, я не знаю, как это объяснить, и когда... Может быть, это просто усилилось, да, вот эти мои какие-то чувствования, ну, той трезвой жизни, вот эта хорошая усилилась вначале, и я думаю, ну, прикольно, но когда, я говорю, начало меня отпускать, начались вот эти паранойи, и я поняла... А сколько это по времени отпускать начало, через какой период, сколько прошло? Ну, если, например, это единоразовый приём, то, наверное, ну, минут 20, а потом начинает приотпускать, и дальше хуже, то есть, вот так, через час ты уже чувствуешь себя плохо, через два ещё хуже, то есть, я по двое суток не могла отойти. Ну, про первый раз. Я про первый, хоть про какой, то есть, мне было тяжело и физически, и морально, и умственно, мне было тяжело потом вообще абсолютно... Мы решили завязать. Вы не употребляете? Да, и не употреблять, и пару месяцев прошло, и там приехал человек, мы жили в своём доме, в коттедже, как бы приехал человек, приехал его сын, и я разговариваю, помню, с подружкой, ну, можно я буду говорить подробно, просто я буду говорить правду, как это было. Я разговаривала с подружкой, она живёт в Норвегии, она уже с этими вещами столкнулась. А была такая небольшая осень, я говорю, ой, что-то, говорю, они бегают тут веселяться, как бы, ну, раздетые, говорю, жарко им. Она говорит, Ксюш, так они у тебя обдолбанные. Я говорю, в смысле? Она говорит, так, ну, в прямом, они у тебя, походу, обдолбались. А я не вижу, да, то есть у меня именно вот когда я под героином могла видеть там зрачки, да, определённые есть состояния, которые я уже выучила, то есть что касалось солей, я ещё была вообще неопытной, то есть я много раз могла не заметить, что человек находится под каким-то состоянием, только пока он не начинал нести, допустим, бред какой-то. Если человек, в принципе, более-менее адекватно себя чувствовал, я могла даже вначале не определить, я могла потом в последствии, по каким-то всё равно, как говорится, вот этот сквозняк начинался где-то давать о себе, если человек пришёл употреблённый и вначале никаких не подал знаков, то впоследствии уже по каким-то моментам я могла определить, что человек всё-таки употребил. Но у меня вот в этом плане я не могла сразу, что человек находится, если он адекватно разговаривает, то есть по лицу там, да, или в зрачки заглядывать, я этих моментов не понимала. Вот, и они там забегали, зарадовались, и я вначале подхожу, то есть я понимаю, что действительно что-то есть. Я начинаю своему вот Косте этому говорить, да, говорю, Кость, ты под чем-то, он начинает сопротивляться. И я первая говорю, снимай штаны. Вот там есть определённое понимание, что если человек употребил, там всё сузилось, как бы я говорю, снимай штаны, и всё на этом моменте, конечно, он припалился, то есть это у него всё начался в шок. Как по ощущениям? То есть у нас счастье, то есть это не кружится, никаких нет уголюнов, то есть... Абсолютно, ничего, абсолютно, прояснение ума, лёгкость, то есть вот это обезболивание души, самое первое, да, что ничего, никаких, ни забот, ни тревог, то, что вчера ещё казалось чем-то глобальным и таким удручающим, сегодня кажется какой-то мелочью, то есть какая-то супермотивация, какая-то к жизни, что-то там каждый раз, когда я употребляла впоследствии, даже я всегда думала, с завтрашнего дня завязываю, то есть всё нормально, я вылечилась, и завтра я буду себя чувствовать так же без наркотиков, ну мне так почему-то казалось, я не знаю, казалось, что всё мне нормально, и теперь я как бы буду нормально себя всегда так чувствовать, привыкну к этому состоянию, но на тот момент, честно скажу, может быть, качество было другое, таких жёстких депрессников после отмены, да, там на следующий день просыпаешься, то есть я не помню, но единственное, что я ещё раз скажу, у меня не было цели это употреблять от случая к случаю, то есть если попробовав алкоголь, мне не вкатило, то есть мне какая-то бычка, то есть, ну вот честно, да, и когда я даже употребляла героин, я не употребляла алкоголь вообще, в принципе, до 15-го года мне это казалось чем-то, ну реально бычковатым, то есть, вот, что я говорю, героин я влюбилась на тот момент. Да нет, я не всегда нюхала, то есть потом я перешла на внутривенные наркотики, потом... То есть для меня на тот момент что-то внутриверное принять, это уже было что-то более тяжёлая форма. То есть нюхать мне казалось, что это же такое лайтовоч, такое, такое, ну игривое. Я не воспринимала героин как-то серьёзную опасность для себя на тот момент. Мне казалось, что просто мы классно кайфуем, отдыхаем и всё. А у колодца, я помню, как моя подружка начала к колодце Ханка, начала мне преподносить, как это офигенно. Я шла, я орала, говорю, я ненавижу вас, наркоманы. Я не знаю, почему она тут... Я не знаю, до героина ли это было, до пробы, я честно сказать, но я чётко помню, когда я шла, я говорила, я вас, наркоманы, ненавижу, я вас презираю, я никогда не стану такой, как вы. И как только я взяла шприц в руки, я стала ещё хуже, чем все. То есть я стала вообще впереди планеты всей. И такое ощущение, что я хотела нажраться этого за всех. То есть героин это синтезировано из опио, то есть Ханку это варили, там более мощный приход, более какие-то там колики. Разница есть, да. То есть это в принципе всё опиоидное, но это разница по приходам, по тяге есть, потому что там немножко приход был посильнее, поинтереснее. То есть я же правильно понимаю, что у тебя компания была, то есть такая, типа мажором. Вы знаете, меня часто считали мажоркой, у меня родители были коммерсантами, но у меня такое, они какой-то строгой закалки, для меня у них всегда денег не было, то есть как-то вот так вот. И меня всегда считали мажоркой, но я себя никогда не сопричисляла к такой. Но вот даже Костя, первая моя любовь, он был из категории мажоров, ну который тоже знал, что такое бедность, то есть человечный такой мажор. Ну то есть Костя, это вот первый мужчина, первая любовь, с кем я первым вообще заимела опыт, как с мужчиной, это вот я почему к первому обращаюсь, он первый, потом он третьим мужем моим стал. Вот, потому что это, ну что-то на самом деле яркое, судьбоносное для моей жизни. Но он был из категории мажоров, то есть если, например, это, по-моему, 96-й год, 96-й или 97-й, я точно не помню, я была еще школьницей, то есть в последних классах, если все, например, ну то есть уровень, да, я бы как бы говорю, если все ездили тогда еще на шестерках, какие-то восьмерки появляющиеся, это было чем-то уже шикарным, да, то есть, то он, у него папа ездил на 600-м Мерседесе, у него был Паджеро и 240-го Мерседес. Ну понятно, то есть компания... То есть, ну, я не скажу, это не была компания мажоров, он был просто с хорошими такими родителями, с хорошим делом в бизнесе, да, с родителями, но он также был в братве, это была компания братвы, то есть, это вот 90-е годы, это была братва. Я еще раз скажу, что я нашла себе банкира, потому что с ним у нас, с Костю откладываем, потому что он пошел своим путем, мы все терлись в одно, мы встречались, соприкасались, но отношений у нас не было, я нашла себе банкира. Банкира, который обеспечивал меня полностью, еще раз говорю, у меня утром и вечером стабильно было, то есть, меня может быть это спасло от проституции какой-то, от какого-то, ну что, воровать там я начала, да, то есть, как-то, вот этот человек, он меня обеспечивал, в принципе, до самой реабилитации, то есть, он меня сильно очень любил, и когда я даже пришла в реабилитацию, он продал машину, и оплатил год реабилитации, ну, я уже сразу поняла, что я с ним не буду, во-первых, трезвую жизнь, я приняла решение, жить трезво, во-вторых, я понимала, с ним не буду, потому что мне трезвый, он вообще, как бы, ну, затуманен на мозгу, когда я в себя не приходила, еще более-менее, как-то казалось, ну, нормально, а в трезвости я на него смотрела, думаю, вообще не мое, вот, я развелась, я пришла, призналась честно, я говорю, не хочу тебя обмануть, тебя очень сильно, люблю как человека, уважаю, да, то есть, ну, я не хочу обманывать, но я всю жизнь, как бы, любила другого, то есть, у меня всегда этот Костя был в душе, я даже, 9 лет вот с этим чуваком, уровень жизни какой, вот, 9 лет с этим чуваком, то есть, он приехал в наш город, с Норильска на тот момент, у него был свой бизнес, вот, и он сразу мне в первый же день сказал, мне нужна жена такая, как ты, я еще такая думаю, ну, понятно, в общем, до свидания, ну, мне он вообще, как бы, у меня не было там, любовь с первого взгляда, нет, но этот человек умело, как-то он начал ухаживать, очень красиво, очень шикарно, обширно, то есть, это в таком, можно только мечтать, вот в некоторых фильмах, только такие смотрят, допустим, он мне звонит и говорит, так, едешь туда, берешь, ну, он поехал, допустим, в командировку в Норильск, где-то в Москве остановился, говорит, едешь туда, снимаешь деньги, берешь билет, приезжаешь в Москву, мы идем гулять, то есть, он, в принципе, на ухаживание потратил миллион, только на, вот, на Арбате в Москве, и здесь, на Немском, мы только проели в ресторанах, было красивое ухаживание, конечно, у меня возникли чувства, как бы, у какой женщины, когда за ней такой идет уход, как бы, любая расположится, тем более, он мне напомнил Костю, то есть, честно скажу, что я искала похожих, и он мне его напомнил, думаю, хотя бы не оригинал, хотя бы подделкой, в принципе, то есть, вижу, что есть понимание, вот, и так я вышла через полгода замуж, уже официально, вот, и мы уехали в Норильск, там, пришел период, то есть, компаньон, который вместе был с ним в бизнесе, он его бросил за то время, пока он ездил ко мне жениться, он его опрокинул, то есть, он переписал фирму на себя, и то есть, и был двухмесячный период, когда мы начали подниматься с нуля, то есть, абсолютно с нуля, в чужом городе, то есть, что такое рис и гречка, я думала, я никогда больше есть не смогу, потому что, это, мы только ели рис и гречку на поджарке, лук и морковка, это все, что было у нас поесть, то есть, и потом, впоследствии, как-то шаг за шагом, бизнес он начал, ну, он, естественно, отвоевал свой бизнес, мы начали подниматься, потом приехали в Челябинск обратно, ну, вернулись в свои города, потому что этот человек тоже, ну, это Максим, то есть, второй муж, да, он тоже с Челябинска, вот, мы вернулись в свои края, уже начали подниматься, то есть, мы, в принципе, построили бизнес спортивный вместе, то есть, мы видели в одном направлении, что нас соединяло, это, может быть, у меня не было к нему любви, честно скажу, как мужчине, это, к сожалению, большому, потому что я, потому что, ну, то качество жизни, в котором я была, то, к чему мы стремились, как мы мыслили одинаково, и как мы шли, оно, в принципе, нас сближало, вот, ну, не было тех чувств той любви, за которой, может быть, чего мне не хватало в жизни, вот. Что ты хочешь сейчас? Ну, естественно, в первую очередь, наверное, прийти в себя полностью, то есть, ощутить себя той, которой я была, когда я была трезвая, когда я знала, чего я хочу, кто я, то есть, некоторые границы эти потёрлись в связи с последними отношениями, то есть, это было страшно, то есть, я любила человека, но я столкнулась с насилием, в плане, я стала битой, прям, жёстко, причём я понимала, что меня бьют не за моё, а за вымыслы, за паранойю, то есть, я, в принципе, сбежала, почему ещё из города, потому что человек преследовал меня, я говорю ещё раз, я ни разу не изменяла человеку, но у него было чёткое убеждение, что я хожу по Гуливу, и он всё пытался найти каких-то невидимых врагов, что приводило его в ярость, и вот в это уничтожение меня вообще полностью, как личности, я, конечно, переживаю всё ещё этот момент, но я думаю, переживу, вот, хотелось бы прийти в себя, вновь, я говорю ещё раз, почувствовать себя собой, той, кем я знала, кто я раньше, да, вот, и от этого уже оттолкнуться, то есть, естественно, заниматься детьми, потому что я знаю, что я им нужна, и пока есть возможность, пока есть это время, неупущенное, то есть, попытаться его наверстать, и всё-таки заняться, ну, любимым делом, потому что я попробовала поработать просто на предприятии, конечно, меня стимулировала только зарплата, и то я знала, что дальше карьерный рост я не продолжу, я поработала в Бургер Кинге полтора месяца и поняла всё в этой жизни, как... А что случилось? Почему так произошло? Да, ну, то есть, до этого всё, весь рассказ, то есть, то, что... Да, я приехала в Сочи, ну, то есть, с последним человеком, я не могу сказать, что мы жили богато, то есть, он добывал сам деньги, как мог, да, то есть, не буду говорить, каким образом, каким методом, то есть, то, что это не на всеобщее обозрение, вот, но это уже был не тот уровень жизни, который был у меня всегда раньше, вот, и я убежала от него, девочка у меня в Сочи, в центре реабилитации была, она меня позвала туда, приехав туда, естественно, я сразу в первый день поняла, что я не на месте, честно, ну, бывает такое, знаете, вроде-то там горячку спорол, и думаешь, блин, не туда попал, вот, месяц я там еле как пробыла, а когда я вышла, мама сказала, я тебе на билет не дам, ну, из Сочи, ни копейки, вот, как хочешь, так и выбирайся, и, конечно, мама потом, слава богу, она сдала свои позиции, я благодарна маму, то, что она вообще со мной до конца, и она, хоть я всегда говорила, у меня нет, было в мамином лице подруги, но это, самая лучшая подруга в моей жизни, вот, которая и не бросила, и всегда придет на помощь, хоть и через зубы иногда уже, через неверие, я благодарна маме на самом деле своей, я благодарю, для меня цены и дорого, что она все еще со мной, вот, и я позвонила просто на пару мест, на авито, да, где работа с проживанием, то, что я вот, я и вот 100 рублей, потому что с центра я уходила, подружка мне сказала, ну, уходишь, все, мы с тобой больше не общаемся, то есть ты меня там обидела, огорчила, там такие дела, я говорю, слушай, ну, я не на месте, и заняты на месте, я нет, вот, и мне в этот же вечер перезвонили, я позвонила, и мне тут же перезвонили, я говорю, мне надо с проживанием, они говорят, все, приезжайте, я приехала в хостел, башня называется, в хостел, башня, да, называется, в Сочи, вот, в Адлере, ну, в Адлере, скорее всего, и работала в аэропорту в Бургеркинге, то есть я заработала себе на билет, на какие-то вещи, и приехала домой.